Штык от военного орудия 19 века. Гимнастёрка пока не та, что надо. Принадлежала неизвестному советскому воину. Потом привезут настоящее обмундирование времён Крымской войны, говорят ортопеды из Петербурга. Этот метод фиксации кисти при травме придумал хирург Николай Пирогов. С тех пор технология сильно изменилась. От хорошо всем известного гипса и гипсовой циркулярной повязки с использованием смол, синтетических материалов, стандартных серийных решений заводских и индивидуальных ортезов из низкотемпературных термопластиков. Экспозиция, подаренная музею Центра Елизарова, стала настоящим сюрпризом для курганских врачей. Очередной визит в Зауралия специалисты по кисти из Питера решили совершить не с пустыми руками. Это третий раз в Центре Елизарова. Мы первый раз приехали, познакомились с врачами. Потом было нам интересно просто познакомиться, скажем так, были подробно и с эти технологии, потому что достаточно аппаратизированные известные во всем мире, но не так хорошо и высокопрофессионально делают, как здесь. Макеты необычные. Для музея их своял петербургский скульптор Армена Ганезов. Среди его работ – мемориальный комплекс памяти погибших в блокаде Ленинграда. Данные скульптуры Армена Ганезова – точная медицинская копия человеческой руки. В наш музей приходят совершенно разные посетители. Это могут быть и профессионалы, и обычные пациенты. Это могут быть дети, это могут быть взрослые. То им, конечно, интересно знать всё про ортопедию и травматологию. На этой экспозиции показаны вещи базовые. Это пока не вся коллекция средств внешней мобилизации. Вторая часть экспозиции ещё в разработке. Ортопеды из Петербурга пообещали. Через несколько месяцев, когда приедут на очередные курсы, привезут такие экспонаты, аналогов которым нет в нашей стране. Юлия Васильева, Андрей Глазырин, Александр Бывальцев. Телекомпания «Регион-45». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова